Всем привет, это канал Бородач ТВ и у нас сегодня в гостях Чистяков Филипп Игоревич, представитель агентства поддержки предпринимателей Нинградской области. И неспроста вы к нам пришли, правильно, для того, чтобы что-то интересное рассказать. Безусловно. Так, давайте. Сразу я буду рассказывать или вы издаете вопрос? Конечно, конечно. Ну, давайте я сначала немножко расскажу про организацию, поскольку с прошлого года мы ведем достаточно активную деятельность в Ленинградской области по программе микрофинансирования. Но как раз в Сосновом Бару у нас очень мало клиентов, ну и учитывая, что программа у нас очень интересная, это достаточно странно. Поэтому мы в этом году нацелены провести здесь несколько информационных мероприятий, где в том числе расскажем о том, чем занимаемся. Ну, сейчас у меня появился отличный шанс сделать это вне нашей программной деятельности. Поэтому, если кратко, то у нас действуют три программы. Сейчас первая, которая действует уже практически 14 лет, с 2003 года, это программа по предоставлению поручительств по кредитным договорам. То есть, если предприниматель приходит в банк, хочет прокредитоваться, но у него, например, по финансовой отчетности нормально все, но у него нету своего залога. Вот, ему предлагают либо уменьшить сумму кредита, либо получить наше поручительство. Соответственно, мы можем до 70% от всего размера кредита доложить наше поручительство, и предприниматель может получить кредит в полном объеме. А такой просто сразу же вытекает вопрос процент по поручительству. Процент по поручительству 1,25% в год для приоритетных отраслей, в целом это сельское хозяйство и производство. И 1,75% для всех остальных. При этом есть подобная организация в Санкт-Петербурге, у них есть ограничения на торговлю, на оптовую, на розничную, у нас ограничения на торговлю нет. Единственное ограничение это подакцизные товары и добыча полезных ископаемых. По сути все. Второе направление, про которое я уже вскользь сказал, оно действует только с марта 2016 года, это микрофинансирование. Агентство единственное в регионе, региональная некоммерческая некредитная организация микрофинансовая, которая на 100% принадлежит Ленинградской области. То есть мы акционерное общество, а наш единственный акционер это Ленинградская область. Ленинградская область, то есть нет там каких-то заемщиков, да? Поэтому это как минимум гарантирует то, что мы не то микрофинансовая организация, про которую ходят ужасные. Рассказываю, что 14 лет, да? То есть хочу отметить, что... Сама организация работает 14 лет, с прошлого года мы стали некоммерческой микрофинансовой организацией. Ага. А для получения займа что необходимо? Просто для того, чтобы получить какой-то займ в банке, да? То есть это надо предоставить там бухгалтерскую отчетность, там годовую отчетность, да? А то еще какие-то средства там, чтобы у тебя были, то есть какие-то основные фонды, скажем так? Да, по сути у микрофинансовой деятельности наши два главных, скажем так, две задачи. Первая – это облегчить доступ к финансовым средствам по более низким процентным ставкам. Ну, соответственно, у нас процентная ставка сейчас 8% для приоритетных отраслей, 10% для всех остальных. Если мы считаем эффективную процентную ставку, то есть это сколько реально переплачивает клиент, то она в районе, в зависимости от срока, на который берется там, то она в районе 5,5%. То есть если вы берете миллион рублей на год под 10%, за год вы за обслуживание кредита платите 55 тысяч. То есть через год вы отдавите миллион 55 тысяч рублей. А чем это связано? Я так понимаю, что сначала… Ну, то есть вы, я так понимаю, предприниматель, который взял у вас деньги, да, то есть он в равных долях, я так понимаю, гасит и, соответственно, сгасит. Да, а на этапе платежами каждый месяц он равными долями… То есть не сразу процент он выплачивает, да, как обычные банки, а, я так понимаю, в равных долях… Процент после каждого погашения, процент перечисляется. Перечисляется, да, и вам как раз вот это эффективно. Да, ну, то есть он как бы… Расчет задолженности уменьшается каждый месяц за счет этого. Да, эффективная процентная ставка за счет этого в районе 5%. Другой вопрос, что у нас более уменьшены требования к предпринимателям относительно финансовой отчетности и относительно требований к залогу. У нас сохраняется требование, что у нас стопроцентное залоговое покрытие. Это для нас, ну, единственный гарант этих низких ставок. Вот поэтому, если вы берете 3 миллиона, вы должны залог свой предоставить на 3 миллиона плюс проценты. Ну, там, если на 3 миллиона, вы берете на 3 года, это на 3 миллиона 500 тысяч у вас должно быть покрытие. Вот, это… От этого мы никуда не можем уйти, ну, в данной ситуации. Поэтому эта ситуация сохраняется. С другой стороны, да, у нас есть требования и к финансовой отчетности, но мы все равно подходим более мягко с этой стороны. То есть, если банк может где-то забраковать, то мы можем пойти навстречу и помочь составить, и помочь объяснить, как все заполняются документы, и в индивидуальных случаях мы… Сразу же, это каких-то денег стоит просто… Для предоставления какой-то, ну, как сказать, сбора какой-то информации, там, для банков иногда просто даже деньги, скажем так. Единственное дополнительное, скажем так, что оплачивается, это оценка недвижимости. То есть, если в залог идет недвижимое имущество или, ну, земля, соответственно, квартира, то после того, как займ согласует на комиссии, нам нужно подтвердить его оценочную стоимость. Вот эта оценка, она оплачивается предпринимателям. Ну, понятно. Мы об этом… Да, мы заинтересованы. Ну, понятно. То есть, это вполне нормально. Вот. Это единственные дополнительные траты, которые будут связаны… Это где-то 5 тысяч, да? Это очень индивидуально зависит от того, что именно и, ну, то есть, какой объем работы. В среднем, если мы говорим про квартиру, это, там, 2,5-3,5 тысяч рублей. Вот, никаких других комиссий и платежей у нас не предусмотрено. Более того, в принципе, с середины прошлого года заявку можно подать в электронной форме прямо с сайта. Можно, да, еще разучить сайт. Кредит47.ru на главной странице, чуть ниже прокручиваете, там есть кнопка… Огромные квадраты такие. А там калькулятор есть? Есть калькулятор. То есть, можно посчитать? Да, вы заходите, там калькулятор, выбираете только аннуитетные платежи, вводите в своему займу и он обращает, в том числе и ежемесячный платеж. Я так понимаю, что если я захочу получить кредит, я должен приехать к вам или у вас какой-то есть… Вы можете через интернет все сделать. То есть, в принципе, вы можете все документы, часть из них больше присоединяется к заявке, которую вы заполняете онлайн, далее идет подача заявки. Возможно, у вас будет бухгалтерская отчетность не готова. Ну… Понятно. Совершенно. Какие-то справки нужно, там, как минимум неделя из налоговой будет делать, справка из пенсионного фонда об отсутствии задолженности. Вот это может занять время, поэтому мы эти справки обычно не требуем. Вначале для даже вынесения на рассмотрение кредитного комитета нам достаточно информации, ну, не связано с этими справками. То есть, если клиент гарантирует, что нету долгов, мы можем его вынести, рассмотреть, и он потом принесет справки. В этом мы и идем полностью. Натаряльно надо что-то заверять в таком случае? Ну, просто, чтобы что-то заверять? В принципе… Или вот достаточно налоговая, если поставил печать? Нет, печать налоговая, то есть, всех контрольных органов, пенсионные, налоговые. Это просто для предварительного, а потом человек уже подводит просто документы, да? Ну, нотариально могут быть какие-то там, если мы с залогом работаем или какие-то особые условия, иногда какие-то документы могут быть… И если собственник не может прийти, то там нотариальная доверенность может быть. Ну, что-то такое. В принципе, никаких документов, там, устав нам не интересует нас. Нотариальные заверения. Соответственно, у нас более мягкие требования к залогу. Там, где банки обязательно потребуют страховать имущество, мы можем пойти навстречу. Это очень интересно, да? Потому что, действительно, берешь кредит на жилое имущество, да? Там еще надо застраховать. Опять-таки, да. Если в машине сдаете несколько транспортных средств, то вас тоже попросят их застраховать. А беря кредит на 500 тысяч рублей, если вас попросят три машины по 170 тысяч рублей застраховать по КАСКО, то фактически стоимость этого кредита и будет в этой страховке находиться. Поэтому, в принципе, мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы облегчить. Еще такой вопросик. Я просто вижу на визитке, да? Есть тендерные займы. Очень интересный такой пакет. Тендерные займы, да? Да, это третье направление. Оно буквально заработало с ноября 2016 года. Мы сделали возможность получить у нас беззалоговый займ, на заявку в электронных торгах, на обеспечение заявки. То есть, соответственно, если вы участвуете в электронных торгах, там есть две стадии. Первая – на обеспечение заявки вам нужно предоставить от 0,5% до 5% от стоимости лота. И вторая часть – это прогарантировать выполнение контракта. Вот, соответственно, мы можем предоставить на первую часть тендерный займ. Тендерный займ у нас можно получить тоже двумя путями. Один вариант – это через электронную площадку penenzo.ru. Но это можно узнать на нашем сайте подробно, я не буду говорить. То есть, можно получить его дистанционно. Можно отправить к нам уже непосредственно в офис заявление. Потом нужно будет приложить небольшой пакет документов и, соответственно, тоже получить тендерный займ. Программа вот только начинается, мы отлаживаем полностью дистанционный метод, чтобы не нужно было никакие документы присылать, не приезжать лично. То есть, нужна только электронная цифровая подпись клиента. И он через сайт удаленно подает заявку, мы ее одобряем и так и общаемся. Вообще, наша главная задача – это максимально сократить необходимость общения с клиентом лично. Потому что мы понимаем, если в Петербурге еще можно собраться, приехать, поговорить, если вдруг что-то не ясно, то в Ленинградской области ехать из ладейного поля 6 часов, чтобы прояснить какой-то вопрос, ну, это как минимум просто некорректно по отношению к человеку. Да, и по срокам, вот просто, ну, действительно, например, я хочу участвовать, а в тридере, да? То есть, сроки на предоставление вот этого обеспечения. Если мы говорим про тендерный займ, то работа построена таким образом, что там всегда деньги нужны вчера. Ну, да, конечно. А когда еще-то? Ну, это такая общая черта. С одной стороны, клиент максимально тянет до последнего, и потом в последний день он говорит, ладно, хорошо, не буду использовать свои деньги, возьму займ. Ну, и срочно подает. И во всех тендерных займах, когда анализировали площадку, то принципиально это не стоимость самого займа, а скорость его согласования. Вот поэтому мы, в принципе, не совершили здесь прорыв, мы сделали достаточно в среднем по больнице, мы согласуем за один день. Ну, то есть, вот заявка пришла, она в этот же день рассматривается. Я почему, да, так заинтересовался, потому что тоже учился в тендерах, да? То есть, и предоставление, скажем так, вот этой суммы, вы обеспечиваете, да, для прохождения первого этапа, да, то действительно уходит месяц. Вот у некоторых банков уходит месяц для того, чтобы вам предоставить документы. Но здесь, конечно, нужно быть готовым. То есть, в любом случае, у вас площадка потребует документов. То есть, вам нужна быть готовая отчетность за прошлый год и за последний квартал. Если вы вдруг сегодня решили участвовать в тендере, и вам сегодня нужны деньги, но ничего не готово, вы их не получите. Ну, потому что там все равно нужно провести какую-то подготовку. Но человек, который уже как минимум один раз поучаствовал, он уже знает, что от него требуется, для него это все происходит максимально быстро. К тому же я знаю, что и у Ленинградской области, в принципе, стоит… Я просто, почему спрашиваю, да, ну, например, например, мой банк затягивает, да, скажем так, то вот благодаря вам, да, то есть, я так понимаю, получая какие-то определенные гарантии, да, и уже веду непосредственно там, например, на фабриканта и показываю, что вот у меня есть обеспечение, да, по тендеру. Мы работаем только с электронными торговыми, поэтому вам идти даже никуда не надо. Я так сейчас просто… Я вам просто шагу для людей, чтобы это… Как это все происходит? Вы находите тендер, который вас интересует, вам нужен его номер, номер вот этого аукциона. Вы этот номер аукциона берете, приходите на площадку, где получается тендерный займ, делаете подать заявку, кнопку, вы вносите вот этот вот номер аукциона, количество денег, которое вам необходимо взять, и дальше там прикладываете несколько документов, ну там, устав, копия паспорта гендиректора, финансовая учетность. Если там это акционерное общество, то у него должно быть еще согласие на крупные сделки, ну там, если большая сумма. Ну, грубо говоря, пять документов. Все, нажмете кнопку «Подать заявку», она уходит, дальше мы ее получаем, рассматриваем документы, если нам вдруг еще что-то нужно, мы отправляем тут же, в этой же системе, говорим, что нам нужна еще какая-то бумага, чтобы посмотреть. Но обычно это справка об участии, например, в прошлых торгах. И после этого мы нажимаем кнопку «Согласовать», и деньги сразу уходят на площадку «Контрагент». То есть вы уже их никуда не надо перечислять, деньги сразу поступают уже на ваш счет в электронной торговой площадке, и вы там уже сразу жмете на кнопку, и вы уже участвует. Хорошо. Вот, например, все, мы прошли, получили, выиграли, скажем так, в тендер, да? И как быстро мы должны вернуть деньги? Деньги даются на 60 дней. То есть вот у нас процентная, 3% процентная ставка, а 3% это на 60 дней. Это на 60 дней. Это ровно на 60 дней? Ровно на 60 дней, да. Я должен уже вернуть 30 тысяч и миллион, я понимаю, через 60 дней. Да. Ну, то есть вот 95% торгов заканчиваются внутри 60 дней. Иногда бывают сложные случаи, когда там у них переторка начинается, ну, какие-то экстраординарные вещи. Вот. И тогда это дело затягивается. После 60 дней ставка растет до 15% годовых, ну, что, в общем, тоже не… Ну, чтобы не затягивали, постегивали быстрее вернуть. Просто, если человек не выиграет, то он деньги возвращает, и все равно он должен, как бы, вот эти 3% вернуть. Я правильно понимаю или нет? Да. Не важно. То есть 3% все равно… 3% уходит сразу после того, как он подает заявку, мы ее одобряемся. То есть списывается с него 3%. А, то есть даже вот эти 3% списываются не с его денег, а с тех денег, которые… Нет. Я не указал на этот момент, что у него должен… Ну, на счету, действительно, у него должны быть деньги, которые после того, как согласован будет займ, деньги сначала списываются, и потом, соответственно, заемные средства поступают на счет электронной площадки. Угу. То есть тут, в данном случае, деньги вперед. Ну, ну, как на счету? Вот. Да. Когда заканчивается конкурс, и если вы не выиграли, то деньги автоматически возвращаются к нам. Вот если вы выиграли, то, соответственно, площадка забирает их дальше себе, ну, а вы уже своих средств должны будут вернуть. Возмещаем. Все, я понял. Но в любом случае, я хочу напомнить, что в течение 60 дней вы должны вернуть, чтобы процент был минимальный 3%. Дальше будет 15%. Дальше будет 15%. Дальше будет 15%. Не, ну, это тоже нормальная ставка. Да, это не… Не дикая какая-то ставка. Вот. Еще такой момент. Я смотрю, у нас у обоих есть по браслету. Как иначе. Как иначе. Приходится контролировать вообще все. Не только финансы, но еще и калории. У меня пока плохо было сейчас. Да нет, есть пару секретов. Ничего там сложного нет. Вопрос сразу тогда по семинару. Да, действительно, этот семинар очень интересен. Ну, я просто уезжаю. Ну, надо бы и озвучить о нем. То есть, когда он еще раз будет? Мы планируем его провести 30-го. Но если вдруг… Ну, у нас сейчас 2 числа, 30-е или 31-е марта. Угу. Сейчас есть еще некоторые нестыковки. Сегодня-завтра это полностью прояснится. И… А с кем вы вообще согласовываете? Просто интересно. Ну, у нас есть… Основной наш спикер, в данном случае, будет Сбербанк. Угу. Специалисты, которые… Ну, то есть, я их попросил, чтобы они именно на своих примерах рассказали, как надо делать сложные ситуации для клиента, и как не надо делать. И, соответственно, чтобы были озвучены какие дальнейшие следствия. То есть, потому что, ну, человек, когда он не может выплатить долг, у него… Бывают люди, что не берут телефон, там, теряются… Ну, в любом случае надо, да… Как бы ни было бы тяжело, да, то всегда надо разговаривать. То есть, они… Именно так. Вот, неважно. То есть, всегда нужно договориться. Именно так. Если ты уже закрываешься, то это, конечно, вызывает определенный негатив. Поэтому, в любом случае, даже если там тяжело, да, да… Да возьмите трубку. Вам станет легче, потому что там люди тоже понимают ситуацию жизненную. Они… Не знаешь, когда вообще, что произойдет. Сегодня ты на коне, завтра, может быть, и под конем. И такое тоже бывает, кстати. Абсолютно так. Вот. Вопрос сразу же, да. То есть, хорошо, 30-го, 31-го будет мероприятие, сама, да, семинар. А место… Ну, скорее всего, это будет администрация в актовом зале 270-й аудитории. Вот. Ну, опять-таки, еще Сбербанк. нам предлагают провести у себя. Угу. Это в центральном здесь? Да. Все решится завтра. Завтра будет день X. Вот, соответственно, завтра мы уже разошлем анонсы. по нашей базе подписчиков, по базе комитета по малому бизнесу, и, соответственно, вот по всем местным фондам. Угу. Вообще, сколько так по времени это мероприятие? Я думаю, что мы не будем сильно утомлять. Ну, час… Часов десять, так? Час с вопросами, ну, полтора. Угу. Угу. Не знаю, нужно ли их кучковать. Сейчас мы поймем. Либо мы пригласим еще экспертов с этой точки зрения, ну, допустим, правовой. Угу. И он расскажет, ну, опять, о правовых аспектах работать здесь. Ну, основной, конечно, будет Сбербанк, который расскажет, потому что у него максимальное количество таких примеров по работе с клиентами. Да. И мы, соответственно, как люди, которые предоставляют поручительство по кредитам, мы тоже постоянно сталкиваемся, и у нас, ну, те же самые истории, что если у вас что-то не получается, то есть если вы не хотите в банк либо инвестиции, вы можете прийти к нам, мы поговорим с банком. Ну, то есть мы… А то есть мы сейчас плавно переходим к тому моменту, что если человек взял, ну, компания взяла деньги, для, ну, скажем так, для продвижения, а деньги, да, то есть и не может выплатить банку, то можно как бы сделать рефинансирование, что ли, я правильно понимаю, или нельзя сделать через ваше уже… Через нас рефинансирование нельзя, но я имею в виду по тем, те клиенты, которые у нас брали поручительство. Соответственно, ну… Ну, просто Сбербанк, например, я так просто говорю, там, может, там процентов 15-20, да, скажем так, процентная ставка. Можно ли как-то, например, уже, вот у меня сейчас есть кредит, да, а каким-то образом закрыть его и, скажем так, попасть на более выгодную ставку, уже платить вам проценты? Ну, через нас конкретно нельзя это сделать. У нас нет таких функций. То есть у вас непосредственно под какие-то цели конкретно? Да, но мы можем, как бы… Мы, в принципе, работаем, как такой бесплатный кредитный брокер. То есть изначально, когда вы хотите прокредитоваться, вы можете обратиться к нам, и мы, ну, послушаем ваши параметры вашего бизнеса, и мы подскажем, куда вам следует пойти. Потому что это совершенно существующая проблема, что ты переходишь в банк, и у тебя вроде как даже все не так плохо. ты вроде как в рост деньги берешь, но банк деньги не дает. Потому что у разных банков там свой подход. Кто-то просто не работает с какими-то суммами, ну, то есть там кто-то до 100 миллионов не работает. Ему кредит от 100 миллионов интересный. Ну, правильно. Что ты там по-настоящему говоришь? Кто-то, ну, не работает с какой-то категории, там, кто-то со стройкой не работает, кто-то с автомобильными, там, с дизерами, с лизингом, очень по-разному. А под лизингом тоже, да? То есть или нет у вас просто этого? Мы под лизинг поручительство можем дать. Только поручительство, да? А деньги не выделяются? Займ под лизинг. Мы долго разговариваем на эту тему с лизинговыми компаниями, но пока что готовой программы у нас нет. Ну, я так понимаю, это еще в плане наработок? Да. Как бы мы ее несколько лет уже пытались согласовать, ну, чтобы мы давали как бы займ, и за счет наших заемных средств уменьшались лизинговые, ну, ставку по лизингу. Но пока что нам сказали, что это слишком рискованный вариант, поэтому мы его на некоторое время надвинули. Но и, опять-таки, следует отметить, что на микрофинансирование денег не так много выделяется, поскольку все эти деньги бюджетные, из федерального и областного бюджета, поэтому денег достаточно ограничены, и мы не сильно можем бросаться в разные программы. то есть сейчас мы, ну, грубо говоря, март, сейчас мы ровно год как этим занимаемся. Год назад мы делали первые шаги, начали, выдали первый займ 30 марта, то есть вот-вот у нас будет годовщина. Тут вся область будет, да? На ушах, как говорится, стоять. Вот, соответственно, да. И, ну, если мы конец 16-го года планировали выдать там, нам необходимо было 55 займов, то мы там выдали 72. То есть мы как бы сделали много, но опять-таки 72 займа в размерах Ленинградской области это все-таки копейки. Ну, это да, но еще такой вопрос в плане отчетности такой небольшой, да? То есть вот вы сказали 72 займа, да? То есть, а в плане вот суммы сколько это примерно уже выбили? В деньгах? Да, в деньгах. 72 это 127 миллионов рублей. 27 миллионов, да? То есть вы можете больше вывезти? У нас будет… Или есть какое-то ограничение? Скажут, вот 500 миллионов на всю область и все. Ребят, больше не дадим. У нас… Ну, просто сейчас мы расскажем. Мы ограничены нашими средствами, которые нам предоставляют на выделение. То есть мы выдаем займы, по сути, из двух источников. Первый источник – это бюджет. Мы получаем вот эти деньги и их под льготный процент выдаем. А второе – это регресс. То есть, соответственно, деньги, которые каждый месяц нам платят проценты по займу и досрочное погашение. Мы их опять аккумулируем и заново распределяем. И перезапускаете, да? Да. Поэтому, ну, с начала этого года мы выдали на 16 миллионов. Ну, это учитывая, что у нас нет свободных средств. То есть это исключительно из регресса мы сейчас работаем. Значит, на май-июнь будет декапитализация. Сразу придет где-то 40 миллионов. Вот, соответственно, мы сможем выдавать побольше. То есть сейчас, поскольку денег достаточно мало, мы концентрируемся на небольших суммах займов. Поэтому мы можем принять до 3 миллионов рублей, но 3 миллиона рублей выдать достаточно тяжело, потому что нам надо их собрать. Там суммы до миллиона рублей надо значить до проще. Ну, либо очень долго согласовывать большую сумму, да? Например. Согласовывать будет так же. Собирать. То есть нам нужно эти деньги саккумулировать, чтобы выдать. И в этом есть определенный вопрос. Вопрос сразу такой. Когда лучше подходить? Потому что, так как это деньги бюджетные, правильно? То есть запускается часть денег бюджетных, правильно? То есть из-за длины области идет. И это же тоже в определенный момент. То есть они, например, в области это трудно собрать, Скажем так, а в декабре, например, больше денег. Ну, я так условно говорю, я так понимаю, в другой день, то есть месяц больше собирается. Собирается у нас равным. Ну, то есть по статистике у нас каждый месяц примерно одинаковые покупления. Единственное может случиться, это досрочное погашение. Ну, кто-нибудь там собрался. Но учитывая, что у нас очень низкие процентные ставки, никто не спешит в досрочное погашение. А какой срок вообще просто максимальный? Мы вот ограничены законодательством о микрозаймах. То есть микрозайм это максимальный срок 36 месяцев, 3 года и 3 миллиона рублей. Вот это максимальные параметры. Соответственно, вот в этих вот рамках мы и работаем. Ну, как сказал, что вот если вы подаете заявку, то лучше всего это делать там на миллион рублей. И опять-таки про подгадать. Тут есть определенный момент. Потому что займы выдаются целевые. То есть вы говорите, что вы хотите что-то, что-то. И у нас невозможно. То есть если с банком еще можно договориться при кредите, что он начинает действовать с какого-то момента, то мы так не можем поступить. То есть, поэтому если вам нужны деньги к какому-то конкретному числу, то вы должны подаваться к этому конкретному числу. Потому что мы не можем, допустим, выдать вам деньги сейчас, а вы гасить их начнете через три месяца. Вот. Но единственное, что в данном случае можно сделать, лучше продать документы заранее, сейчас, но договариваться о подписании договора на какое-то конкретное число. Чтобы для вас готовили деньги. И чтобы, соответственно, эти деньги вы не теряли сразу. Если вы хотите купить станок, вы сразу получили, чтобы не платить проценты впустую. Ну что, может быть, есть еще что-то сказать интересное? То есть я так еще раз хочу напомнить, что 30-го теряет 31-го. Завтра уже уточнят, да? Да, подробности можно на нашем сайте посмотреть. Кредит47.ru Кредит47.ru Завтра появится анонс в новостях. Но мы к записи тоже прикрепим информацию. Тогда мы уже, наверное, ее завтра запустим, да? Потому что... Да, вполне. Да. А телефончик еще раз тогда озвучим. Да, это телефон агентства. Вот можно звонить, спросить меня. Либо можете нажать на кнопку добавоченный 4. Вот. И я думаю, что все равно придется спросить меня, потому что там директора и замдиректора. Да, у нас, я еще напомню, что был в гостях заместитель генерального директора агентства поддержки предпринимательства Ленинградской области частяков... Филипп? Филипп Игоревич. Ну, да. Телефон мы... Стоит потом в посту указать, да, наверное? Можно указать. Я укажу тогда личный телефон, и вы сможете позвонить и задать свои вопросы. Еще я можно... Пока не забыл. Мы уже тут немного поговорили об этом. Мы планируем в апреле месяце провести небольшое исследование предпринимателей в Ленинградской области. Задача у нас стоит достаточно конкретная. Нам нужно узнать, какими банковскими продуктами пользуются предприниматели. каких банков, то есть, где у кого открытый расчет на кассовое обслуживание ведется, какие кредиты, где вы пытались получить, где у вас не получилось. Ну, давайте тогда подготовим просто опрос. Да. Как раз будет пост у нас, мы его подготовим, сделаем, да, и попробуем туда прикрепить опрос. Ну, нам бы его сделать... Предварительно просто опрос. Да. Нам бы лучше собрать контакты, кто готов в этом поучаствовать. То есть, такой, потому что у нас люди будут по телефону обзванивать и анкетировать. Задача очень важная, потому что нам нужно... Ну, мы все время общаемся с банками и нам нужно... Ну, понимание того, сколько надо вообще планировать и тех же денег, чтобы выделить, да? Нам нужно чем-то апеллировать. То есть, когда мы приходим к банкам и говорим, почему вы не кредитуете? Они говорят, да, у нас не спрашивают. Ну, грубо говоря. Или нам нужно самим нащупать проблемную область, что вот там в Сбербанке огромное количество людей обслуживается, а кредит получить не могут. Давайте выяснять. Вот у нас есть данные. Мы вот опросили. Когда мы приходим с данными, нам уже легче разговаривать. То есть, мы уже к управляющим пришли и уже с ним конкретно говорим. Пока мы без данных, это просто слова. Ну, я так скажу, что вот я просто обращался тоже в язычные банки, да? Ни один банк, в принципе, не ведет такую работу. Да. Никакой аналитикой они не занимаются. То, что вы предлагаете, это действительно... Ну, это правильный подход, потому что здесь есть какая-то статистика, да? То есть, можно проводить какой-то анализ, действительно. Понять причину, почему люди стесняются, боятся брать тот или иной кредит. А то, что у вас... Просто не могут. Или просто не могут. И действительно, надо больше об этом рассказывать. Я думаю, что администрация пойдет. У нас здесь есть фонд развития, скажем так, нашего города. То есть, они готовы поддержать. У них есть, действительно, база предпринимателей. То есть, сколько стоит обратиться. А также вот и с Денисом Повничевым. Он тоже занимается интересными вещами. Помогает выращивать, скажем так, у нас бизнесменов. Если нет данных, то я могу... Я знаком. Да, да. Вот, могу тоже дать. И наша команда тоже готова поспособствовать в этом отношении. Поэтому 30-31 у меня не будет. Но я желаю провести этот семинар, скажем так, на ура. Чтобы было реально очень много людей. Ну и готовьте опросы. Может быть, действительно там сразу же кто-то и ответит. Да, это будет еще замечательно. Все, всем всего доброго. А я еще на обращение скажу, что если все-таки вам нужны заемные средства, не стесняйтесь и звоните. На любой вопрос ответят. И даже если вы пытались где-то проградитоваться, у вас не получилось, вы тоже можете позвонить. И мы попробуем найти банк, который вам поможет. Вот. Помимо этого, есть еще некоторые федеральные программы. В любом случае, звоните. Деньги любому бизнесу на развитие нужны. Звоните или приходите, если вы будете в Петербурге. Мы находимся на улице Яблочково. Это метро спортивное. В самом центре города. Поэтому проблем не должно быть. Приходите, знакомьтесь. И мы готовы оказывать любую помощь. И исключительно безвозмездно. Всем всего доброго. До свидания. Пока-пока.